С миром! С миром! Игнать Тихонович, вот вы мне материал тут присылали о присяге. Да. И там сказано, что нельзя никакой клятвы давать. Конечно, это не я говорю, это Христос говорит. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, не против. Я слушаю, давайте. Так. Вот я нашел место описания такое. Апостол Павел Гала там пишет. А в том, что... Так, подождите, кто там... Подождите, кто-то там стучит. Кто? Господи, подождите, подождите нас, помилуй нас. А кто это? Михаил. Давай. Хорошо смотри, а то Молодя уж собрался уезжать уже на неделю. А печь я тут копить не могу, не знаю. Ну с Богом. Привяжи только клещи. Вот только начнешь говорить, со всех сторон таскают тебя. Я слушаю, говорите, что там Галатам? Апостол Павел вот пишет, значит. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. Я вот прочитал толкование Блаженного Августина. И он утверждает так, что апостол Павел все-таки дает клятву. Какую? Кому? Ну кому пишет? Ну и что в этой клятве? Он что обещается им? Заклялись 40 человек киллеров, убить его. Заклялись. Не будем яси пить. В клятве что-то стоит. За что? Какая цена ему за это будет? Ничего тут нету, это обман. То есть Блаженный Августин, он неправильно толкует? Абсолютно неправильно. Клятва никакой нет. Клятва предполагает, походу Господь говорит, не клянитесь, ни храмом, ни жертвою. Везде. А он чем клянется? Ничего нигде нету, если это клятва. Клятва предполагает что-то. Я вот попал в плен, если я выйду, я не женюсь и мясо есть не буду. Вот тут понятно. А это ничего нету. Он и говорит, что Бог знает это, Бог знает. Я перед Богом стою и говорю, что Бог знает, что я не лгу. Какая клятва? Это как бы свидетели призывают Бога, что за меня Бог заступится. И я это могу сказать. Меня в чем только не обвиняли, я говорю, я перед Богом говорю. Можете не исследовать. И наконец проходит время, я реабилитирован. Все признано, что на меня навешали ложь. А я не клялся, я говорил, что Бог знает, что я искренне верую. Я все положил на алтарь Богу. Все, самую жизнь. А вот откровение тогда, как понять. 10-5, когда ангел и клялся живущим вовеки веков, который сотворил небо и все, что в нем. Ангел не люди. Ангел знает, что будет там. И он с Богом рядом. А человеку написано, не клянись вовсе ни небом, ни землею. Ни престолом. Земля – основание престола Божия. Это ангел. Ангел может говорить, а человек – нет. А где написано, что ангел может говорить? Ну, как вы увидите. Вы прочитали? Ангел призывает свидетелей Бога, что Бог знает, что я ему служу. Не падший ангел. Ну, нам прямо сказано. Яков говорит, ни головой, ни волосами ничем не клянись. Потому что нам это ничего не принадлежит. Зачем искать где-то? Охота клясться, клянись. Златоуст говорит, кто клянется, в храм не запущу больше. Дальше порога. Чего непонятно. Ни одного тома, нету, ни 12 томов Златоуста, где бы он не в дребезге разбивал всякую клятву. Зачем она нужна? Если ты лжец, никакая клятва тебе рот не заткнет. А если я говорю правду, мне клятва не нужна. Я всегда говорю правду. Будет да-да, нет-нет. Я ни одного слова не отрекаюсь. Не, я-то не хочу клясться. Ну, тогда не надо выискивать этого. Зачем искать? Когда ясно, Христос говорит, не клянись вовсе никак. Никак. То есть, оставьте в разговоре. А тот клялся. Если даже и клялся, он ответит. Просто это есть. И я как бы говорю, что как понимать это просто. Понимать так, что нам говорится конкретно послание. Не клясться. Господь говорит, написано было, исполняй клятву. А я говорю, мне клянись вовсе. Чего непонятно-то? А почему тогда Моисей и Авраам кляли? В Ветхий Завет. Там можно было. Там можно было несколько жен иметь. А у нас сейчас нет этого. Считается. А они как бы пророчествовали же. А говорили, говорили. Тогда можно было. Только исполнять надо было клятву. Нам туда не надо идти. С ними он разговаривал, как с малолетними детьми. Так поясняет блаженный Афеофилакт. Просто, знаете, я как понимаю, ну, может быть, какие-то клятвы есть все-таки, которые человек как бы не нарушит. Если вы хотите так рассуждать, обязательно дьявол вам навесит эту клятву. Вы играть начинаете. Я говорю, Иаков говорит, Христос говорит, не клянитесь вовсе. Я вам скину материалы о клятве. В каком томе Златоуст говорит. Это высший авторитет. Хорошо. И вот последнее. Вот когда священника ставят, священника в руку полагают, и он присягу принимает. Неправильно не должно быть этого. Откуда это взялось? Да откуда? От греха. Библию в руки не держали. Сырковное правило, которое есть правило. 70 лет не издавали. Ни один священник не считал. А сегодня это не важно. Им все не важно. Я считаю, пираты захватили корабль. Вот ответ. А как же тогда, вот к примеру, я если хочу стать священником, и как мне это обойти? Я сегодня только на эту тему рассуждал. Не клясться. Не клясться. Скажи, я могу, допустим, что я староста. И написано правило, как староста. Меня избрали старостые общины. Я должен сказать, я говорю, я не клянусь вовсе. Я обещаю все делать по правде. И дальше сказал, деньги ни за что браться не будут, ни за какое таинство. Свяща догорает и сама гаснет, чтобы ни одного огарка не было. Обговорился. Ну и все, изменили. В уставе, который дала зарубежная православная церковь, изменили у нас. Проголосовали. У нас нету клясться. Но это, как бы, это присяга и есть, да, у всех? Конечно. Конечно, он прямо говорит. Никак не надо. Ну а если такое будет? Ну там уже дело покажет. Меня сколько раз хотели священником ставить. Я давно бы епископом был. Я не берусь это. Это не мое. Мое дело, вот я на самом низком уровне социальной лестницы. Ну, неужели они не видят, что это неправильно перед Богом? Я скину вам. Я скину еще материал больше. Священник рассматривает каждое слово и присягу церковную. Я вам скину сейчас. В течение трех минут. Но только давайте договоримся, что вы просчитаете внимательно три раза. Обещаю. Все, принято. Не надо клясться, я верю. Хороший вы человек. Мне понравился. Хорошо. Ну тогда не буду вас задерживать. Все, не задерживайте, а я отошел. Сейчас ждите. И как я скину, вы тогда сразу мне дайте знать, что получили. Отошел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова